В понедельник на Украине завершилась шестая волна мобилизации. Скорее всего, не последняя, заявил уже в субботу Пётр Порошенко. На встрече с военнослужащими в Харьковской области он открыто заявил, что время перемирия по минским договоренностям было использовано для наращивания боеготовности. Порошенко пообещал увеличить число контрактников в войсках, но и призыв сохраниться. То, что план по нему проваливается, не скрывали в предыдущие наборы в армию. Нынешний показал катастрофу, и это пробивается даже в украинский телеэфир. Причем на западе страны, как принято считать, более лояльным нынешней власти в Киеве. Львовский канал ЗИК показал репортаж, фрагменты из которого мы даем без комментариев, только перевод авторского текста. Несколько купюр с президентом США, и можно не бояться, что придется служить. То, что на Украине даже в военное время можно откупиться от службы в армии, давно ни для кого не секрет. Есть области, в которых 80% тех, кто приходит на военно-врачебные комиссии, признаются годными. Это означает, что они здоровы. А есть области, в которых годными признаются всего лишь 30% призывников. То есть военно-врачебная комиссия забраковывает по состоянию здоровья. И эти колебания не связаны с разными заболеваниями в областях. Это и есть коррупция. Преимущественно она направлена на то, чтобы сбежать мобилизации. Однако мобилизацию никто не отменял. Нужно заполнять пробелы в мобилизационном плане. Поэтому медкомиссия все больше похожа на битву экстрасенсов. Чтобы определить, годен ли потенциальный боец к службе, медикам часто достаточно лишь визуального контакта с призывником. Тело 43-летнего солдата нашли во дворе этого военного госпиталя. Мужчина без проблем прошел медкомиссию. А уже на полигоне выяснилось. Новобранец психически больной. И его отправили в военно-медицинский центр, где он свел счеты с жизнью. Как такое могло случиться? В ответ на наш вопрос слышим. Это тайна следствия. Но мы, в свою очередь, выяснили. Это не единичный случай. Не так давно сами военные уверяли нас. В армию попадает масса людей с диагнозом хронический алкоголизм. Людей с хроническим алкоголизмом где-то одна треть. Люди были склонны к суициду. Пытались его совершить после того, как напились. Диагнозы сахарный диабет, туберкулез и даже эпилепсия на передовой также перестают удивлять. Врачи лучше знают, годин так службы или нет. Это были две минуты из репортажа, который львовский телеканал «ЗИК» посвятил итогам шестой волны мобилизации на Украине. Полная версия длится 10 минут. Соответственно, скандальных подробностей еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok